Здравствуйте, информационный канал продолжает экспертное мнение. И сегодня у нас в гостях главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Берём. Здравствуйте, Евгений Алексеевич. Добрый день. В Удмуртии ко Всемирному дню здоровья организован декадник. И темой дня здоровья в этом году стала борьба с депрессией. А главным девизом, слоганом «Депрессия, давай поговорим». На ваш взгляд, есть ли вообще о чём разговаривать? Потому что считается, что депрессия – это уже вроде как национальная черта россиян, что это у нас в крови. Да нет, я думаю, что это не с этим связано. Депрессия ведь не только от тяжёлой или от какой-то безысходной жизни. Депрессии бывают биологически обусловлены, генетически обусловлены. Темп жизни таков, что могут быть депрессии на фоне просто усталости. И тогда это не столько депрессия, сколько какие-то астенические синдромы. Так что сказать, что депрессии в России больше, чем где бы то ни было, ну, наверное, это было бы не совсем правильно. Но это ведь психическое расстройство. Иногда это психическое расстройство. А вот лист нетрудоспособности не выдаёт, насколько я знаю. Вот такой вот парадокс. Это для меня довольно странно. Если депрессия диагностируется как заболевание, есть большой синдром депрессии, то больничный лист обязательно выдаётся. В республике что-то удалось уже посмотреть. И на ваш взгляд, как выстроена работа нашей наркологической и психиатрической службы? Да, мы вчера очень внимательно посмотрели наркологическую службу. Прошли все отделения, лаборатории, подсобные различные помещения. И могу сказать, что вот за то время, что я не был в Ижевске, это лет пять тому назад я был, заметно прибавилась как бы техника работы с больными. Очень много внимания уделяется профилактике наркологических заболеваний. Очень блестяще просто организована работа с несовершеннолетними больными наркологического профиля. И реабилитационные программы, и лечебные программы. То есть всё, что необходимо в Ижевске, в общем-то, есть. Ну и вопрос, как к главному психиатру и наркологу. Всегда был такой комплекс. Неловко обращаться и к психиатру, и к наркологу. Вот что-то изменилось, скажем, с советских времен? Ну, идёт определённая либерализация отношения к наркологическим больным. Или, как мы иногда говорим, дестигматизация наркологического больного. Министерством здравоохранения снижен срок наблюдения под то, что вот обычно люди говорят, наркологический учёт. Его снизили там для больных наркоманистов 5 лет до 3 лет. Сейчас на диспансерное наблюдение ставят людей только по добровольному согласию. Человек может сам принимать решение, стоять ему на наркологическом учёте или не стоять. Не стоять. Правда, это не отменяет определённые запреты в связи с заболеванием. Если заболевание установлено, то этот человек, даже если он не наблюдается у наркологов, он всё равно будет ограничен в некоторых профессиях, во владение ружьём, во владение автомобилем и так далее. Мы это всё разъясняем. И под запись. Вы важную тему, кстати, затронули про ограничения. Вот, скажем, осмотр у нарколога и психиатра на получение водительского удостоверения, скажем. То есть, на мой взгляд, в течение нескольких минут просто невозможно определить адекватность человека и всё-таки дать заключение о том, что он действительно угоден к управлению. Вот планируется ли как-то ужесточить процедуру или включить, например, лабораторные исследования? Да. Объективизация статуса – это обязательное условие наркологического осмотра. То есть, просто визуально, если человек пришёл в трезвом состоянии и сделал какую-то паузу в своём злоупотреблении алкоголем или какими-то другими веществами, то по каким-то внешним признакам далеко не всегда удаётся распознать, человек болен или не болен. Поэтому мы двигаемся в сторону объективизации состояния, используем различные маркёры злоупотребления алкоголем. Есть такой, ну, все желающие наши телезрители могут набрать в интернете карбогидрат-дефицитный трансферин – такой вот термин, или CDT – такая аббревиатура латилицы. И прочитать, что это такое. Если человек употребляет в течение месяца порядка 60 мл крепкого напитка, то печень среагирует таким образом, что появится вот этот маркёр злоупотребления алкоголем, и тогда мы обратим внимание этого человека на то, что у него есть проблемы с алкоголем, и будем предлагать ему пройти какую-то профилактическую программу или лечебно-реабилитационную программу, и через месяц повторить сдачу этого анализа. То есть вы за то, чтобы такое исследование было? А когда это было? А это уже всё есть. По всем документам Минздрава, при всех профосмотрах, при каком-то подозрении на злоупотребление, обязательно нужно сдавать соответствующие анализы. Так что вот я думаю, что сейчас это делается в Ижевске, правда, здесь есть определенные технические сложности, приходится возить кровь в другую территорию. В Пермь, по-моему, они делают эти анализы. Но я думаю, что этот вопрос в течение этого года будет решен, и в Удмуртской республике будет своя лабораторная база для обнаружения вот этих маркеров злоупотребления алкоголя. А вообще есть такая вот установка, такое мнение, что вылечиться от алкоголизма – это очень и очень дорого. Сколько это стоит, и насколько это возможно сделать в государственной клинике? Вот государственная клиника лечит всех бесплатно. И еще чаще задают вопрос, а вообще можно ли вылечиться от этого заболевания? И многие говорят, что это неизлечимо, это навсегда и так далее. Это мифы все. Достаточно хорошие технологии сейчас лечебно-реабилитационного процесса. Если человек выполняет наши инструкции и наши правила выздоровления, то можно сказать, что мы абсолютно точно можем остановить это заболевание. Но еще говорят, что достаточно желания одного больного, вот это вот самое главное. Это везде так. Если человек с инфарктом говорит, что у меня все хорошо, я не буду лечиться, что с ним будет? Он умрет. То же самое с нашим заболеванием. Это общее правило сотрудничества. То есть если человек понимает свою проблему, приходит к врачу, он с ним сотрудничает. В этом действительно есть проблема. Ну, именно, верно, поэтому есть недобровольная психиатрическая госпитализация, а наркологическая нет. Вот как вы к этому относитесь? Да, к сожалению, в наркологии недобровольная госпитализация не разрешена, ее не существует. И мы обязаны спрашивать добровольно информированное согласие на госпитализацию. Это осложняет нашу жизнь. Дело в том, что больные теряют критику во время опьянения, во время запоев. Они гибнут во время запоев или там во время употребления наркотиков. И вот такая недобровольная госпитализация была бы очень хорошим подспорьем в сохранении жизни людей. Вот это очень важно понимать. А есть вообще какие-то подвижки, чтобы такая госпитализация недобровольная действительно была? Вот мы в Москве внедрили такую систему. Мы сейчас договорились с судебными органами о том, что все больные наркологические... Раньше их госпитализировали в психиатрические больницы. Теперь все больные, связанные с наркологией, так или иначе, они поступают в наркологические клиники. И на них оформляется в ряде случаев, когда это необходимо, вот эта недобровольная госпитализация. То есть тенденция идет в эту сторону. И я думаю, что рано или поздно мы это еще добьемся и законодательно это будет закреплено. Ну, кроме того, вот резвители закрыли в 2011 году в России. И сейчас очень остро стоит вопрос, особенно у родственников, куда сдать алкоголика. Как вопрос решается в Москве? Могу сказать, оно решается очень по-разному. И каждый субъект федерации решает его по-своему. Вот мы вчера как раз посещали вытрезвитель, ну он так, условно вытрезвитель. Это кабинет для освидетельствования с койками, необходимыми для того, чтобы понаблюдать за этим человеком, если он в таком сложном состоянии. Очень хорошо все организовано. В Тюмени тоже в наркологии есть свой вытрезвитель. Тоже потрясающе выглядит. И в некоторых территориях это в рамках соцзащиты, как учреждения соцзащиты. Где-то это отдельные муниципальные учреждения. Так что все по-разному это решают. А вообще, вот на ваш взгляд, кто должен этим заниматься? Какие учреждения? Учреждения Минздрава или пеницитарности? Ну, позиция Минздрава здесь совершенно однозначна. Они считают, что это не профильное использование, как бы, средств здравоохранения на вытрезвление. Там есть определенные тонкости. Во-первых, это не урегулировано ни законодательно, ни нормативными документами. И в этом есть определенная сложность. Есть сложность в том, что удерживать больного может только орган МВД. А здравоохранение не имеет права удерживать больного, даже если он отказывается от какой-то помощи или от освидетельствования. Так что есть такие вот много всяких тонкостей. По международной классификации болезней, то, что к нам относятся, это тяжелые формы опьянения. И мы ими занимаемся. У нас есть отделение токсикологии, отделение неотложной наркологии, даже реанимационное отделение. И тут все понятно. А вот опьянение легкой и средней степени, оно не входит в нашу компетенцию, в медицину. Поэтому в связи с этим очень много сложностей. Если человек нарушает общественный порядок, то он должен попадать в руки сотрудников полиции и там с ним должны разбираться. Потому что это не требует лечения. Вот то, что как сделано в Ижевске, мне очень понравилось. Очень понравилось. Да, немножко завуалировано под кабинет освидетельствования. Но там есть возможность этого человека оставить и предложить ему какую-то программу обследования. Или там, сейчас любят такое слово, передержка. Вот, чтобы он какое-то время побыл на глазах у медиков, с тем, чтобы не было каких-то осложнений. Насколько был заполнен кабинет? Ну, там в течение дня до пяти человек бывает в этом кабинете, которых доставляет полиция. Так что, я думаю, что он оправдывает свое назначение. Спасибо, Евгений Алексеевич, что нашли время, пришли к нам сегодня и ответили на вопросы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был главный внештатный специалист, психиатр, нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн. А это было «Экспертное мнение». Всего вам самого доброго и до встречи.